У нас есть устав, который регламентирует нашу жизнь в конкретной местности. Там прописано, как можно попасть в эту общину, наши отношения, в том числе внешний вид мужчин, женщин, соблюдение каких-то норм, правил. В общем, такой документ, который создает некий коридор, в который мы движемся. Вот так каждому задать вопрос, ты готов за Христа умереть? Сейчас прям. Мир не любит жижу, мир не любит расхлябанность какую-то. Пока мы все живем хорошо, но чуть-чуть условия поменялись, и те, кто абсолютно не готов к этому, они просто не выживут. Общение с некоторыми людьми здесь, я понял, что община, это не община, которая именно замыкается на вот таких территориях. Это не община. То есть она рано или поздно вымрет. Община – это что-то большее, которое уходит за границу территории даже твоего, например, края. Христос посреди нас, родные, братья и сестры, во всем мире православные христиане. Рады приветствовать вас на канале «Духовный маяк». И сегодня у нас очередной гость фестиваля «Дня друзей общины». На этот раз этот человек непосредственно участник темы «Общинной жизни», потому что это житель Алтайского края, один из членов общины, созданной на той земле Устинов, Алексей Владимирович. Рады приветствовать, дорогой брат. Доброе здоровье. Христос посреди нас. И первый, наверное, такой самый логичный вопрос, Алексей, вот здесь община находится на Болгарской земле, это Среднее Поволжье, а вы несколько подальше и в крае Посуровье, Алтайский край. Имеет ли значение, вот принципиально, точка в пространстве, где созидается община, какое влияние окружающая среда, природа в частности, суровость этой природы, оказывает влияние на людей, которые находятся, проще, сложнее, или это не имеет значения вообще? Какое-то влияние, наверное, имеет, потому что, как мы знаем, что сибиряки – это народ такой некого уклада, в принципе, общинные, необщинные, ну, во всех отношениях, вот, а особенно, ну, если в общине, да, говорить, вот, наверное, все равно как-то местность оставляет какой-то отпечаток на человеке, вот. Чуть-чуть этот народ разнится, например, там, с более южным каким-то народом. Вот это всегда так было. По большому счету, если мы говорим, имеет ли место значение для общины, ну, наверное, нет. Ведь можно хоть где ее организовать, да, если мы говорим про организацию и жить. Ну, может быть, как мне кажется, в южных районах полегче жить, как мне кажется, да, там, персики, там, груши, вот. Но у них есть другие моменты, которых нету, например, в более суровых местах. И, наверное, они говорят хорошо северянам, слушай, вот у них нет вот этого, вот этого и вот этого. Да, там, может, какие-то болезни. Вот мы смотрим в мировой практике, да, вот сейчас, там, где жарся, у них постоянно что-то происходит. Постоянно они что-то делят, войны какие-то, вот. В Сибири об этом немножко некогда думать, потому что у тебя три месяца лета, и все остальное – это зима, ну, как бутрированная. Ты должен быстренько заготовить дрова, ты все лето, собственно, готовишься к зиме, там, что-то покушать, консервируешь, выращиваешь. Вот, мне кажется, именно этим обусловлено, что времени на ерунду какую-то нету. Вот, а там, где, как бы, безделие, бананы на деревьях растут, то приходят всякие мысли в голову, начинают воевать, что-то отбирать, делить. Какая-то суета начинает? Получается, если место принципиально не имеет значения для созидания общины, значит, для созидания общины имеет значение что-то другое, есть что-то намного более важное. Что самое важное для того, чтобы община стала существовать? Как мы знаем, что общины-то разные бывают. Ну, конкретно, мы люди православные. Мы говорим только о православных общинах. Только о православных. Если мы только говорим о православных, значит, именно для нас важно это Христос, Сын Божий, через Который мы получаем спасение. То есть, Христос, Он нас объединяет в церкви. Вот, это важно первое. И там какие-то другие моменты, которые тоже будут скреплять уже, какие-то организационные там и так далее. Важно это Христос, вера в Него. Понятно. То есть, первый шаг – это люди, любящие, верующие во Христа, являющие частью спасаемых через церковь. Это вот главный фундамент. А теперь, когда начинается реальная жизнь, возникают те самые еще дополнительные нюансы, которые приходится решать. Вот можешь ли ты, брат, назвать, ну, пускай там ограничимся, три, пожалуй, самых главных нюанса, самых главных вопроса, которые необходимо решить в созидаемой общине после того, как мы определились, что Христос – это наше все. У нас есть устав, который регламентирует нашу жизнь в конкретной местности. Там прописано, значит, как можно попасть в эту общину, наши отношения, в том числе внешний вид мужчин, женщин. В соблюдении, значит, ну, каких-то норм, правил. В общем, такой документ, который, ну, создает некий, как бы, коридор, в который мы движемся. Потому что везде, везде, ну, в каждой организации, там, не знаю, везде существует порядок определенный. Потому что там, где беспорядок, там, анархия, хаос, там, ну, вряд ли можно что-то созидать. Там все, как бы, в разрушении идет. То есть первое и самое главное после этого – это создать те правила, по которым мы здесь живем. Да, потому что были случаи, значит, ну, понятно, там, кто-то создавал общину, они были неверующие, и у них даже не было никаких правил, там, поэтому, не поэтому. То есть они начали, там, и пить, и все такое. И, в общем, ну, просто-просто все развалилось. Вот, то есть у них ничего не было вообще. Ну, а второе, я думаю, это то, что, как бы, я в большей мере уже узнал благодаря тому, что приехал сюда, повидался с людьми, вот, получил ценнейшую информацию. Значит, это, наверное, экономическая система, да, если говорить, ну, так, размыто, что ли. Экономическая система, при которой, значит, вот, в общине, то есть каждый становится не просто на словах сестрой, братом, да, вот именно братом, человеком, который защищает другого, как бы, то есть создается что-то общее, планируется, значит, стратегически, стратегическое планирование есть, при котором люди заняты, то есть и зарабатыванием денег в том числе, потому что, ну, мы люди все живые, то есть надо как-то работать, то есть все это выстраивается в какую-то некую схему такую правильную, в рабочий механизм, вот, который потом порождает, может быть, такие же общины или увеличить эту общину, и она становится автономной, живучей, и, как правило, община начинается с лидера. Если вот эта система правильно выстроена, то эта система потом уже может работать и без лидера. Она живучая, она правильная, ну, как-то. Может быть, может быть, сделать какую-то преемственность, вот, но если вот это экономически, да, мы говорим именно в этом ключе туда, чтобы она работала, вот, если это идеологическое в том числе, то есть, конечно, бы лучше какую-то преемственность, чтобы этот человек дальше поддерживал, ну, и так далее. Благодаря чему вы собрались там, как ты считаешь? Нет, ну, мы люди верующие, то есть мы понимаем, что над всеми Бог, он для этого всегда говорил, то есть, ну, если мы это понимаем, значит, мы это уже не берем, как бы во внимании, ну, мы-то понимаем, что это есть, что без этого нельзя. Да, да, по умолчанию это просто есть. Вот. Благодаря чему? Благодаря единомышленникам, людям, которые захотели жить именно в этом обществе, по вот этим правилам. Какие основные правила вашего общества? Ну, помимо того, что православный, верующий, воцерковленный, это вот мы по умолчанию рассматриваем. Ну, собственно, я бы тут как бы сказал, что, наверное, это, наверное, одно из главных. То есть, это вот самый жесткий правил, это вот это. Есть ли что-то еще? Потому что неверующий, он туда не поедет. Человек, который в городе, например, живет, то есть, у него там появляются дети, и он вдруг задумался, что видит, куда катится этот мир, он не согласен с этим, и хочет видеть своих детей верующими, чтобы именно он их воспитывал, вот, в первую очередь. То, я думаю, вот он находит такое место, и, значит, ну, как-то меняет свою жизнь. Вот, то есть, переезд туда, именно эта цель первая. Я говорю просто по себе. Вот. Вторая цель, конечно, жить на земле, как это жили всегда. Вот, ну, мало того, что я вернулся к своим корням, что касается меня. Вот, ну, и заработок, именно хочется быть полезным людям, чтобы, ну, например, мы, как производители, крестьяне-производители натуральных продуктов, это же здорово. Что вы производите у себя? Продукт, то есть, излишки, которые мы сами потребляем, ну, например, у меня коза. То есть, есть козье молоко, творог, и там жена сыр делает. Вот. Пока пусть это, там, не 10 сортов сыров, да, там, вот, самая первая стадия, там, мягкий сыр, брынза. Вот, это первое, там, например, есть свинина, делаю сало копченое, колбасу даже делал. Значит, занимаемся заготовкой продажей сока березового, кленового. Кленовый сок даже у вас есть. Эксклюзив, да. Эксклюзив, действительно. Продаю мед, мед с наших полей, нет, травы, сушим, заготавливаем в чаи, как бы, вот, продаем. Ну, может быть, еще что-то. Он, действительно, богат этими травами и вот этими всякими природными ингредиентами. Получается какая-то такая неграндиозная, но, тем не менее, рабочая экономическая модель в вашей общине, она есть. Индивидуальная, на данный момент. То есть, это не общее пока что? Да. Вы движетесь в направлении, может, какой-то бизнес-проект, какой-то план, где можно было бы объединиться и общими усилиями поставлять продукт какой-то или услугу? Понятно. Это то, что я услышал здесь. Именно это правильный путь. Вот. У меня за плечами. В этом году мы отпраздновали 30 лет нашей общине. Вот. Но, чтобы двигаться в этом направлении, должен кто-то быть. Вот. Кто будет двигать в этом направлении. Увы, такого человека не было. И поэтому все эти годы к этому направлению не двигались. Можно ли назвать вашу общину, тем не менее, все-таки больше индивидуалистами, чем, например, ну вот такой общесемейный, когда каждый это член большой семьи, вне зависимости от входящих условий? Наверное, все-таки, да. То есть, каждый как бы не дуально. Но у нас есть что-то общее. Ну, что-то общее в смысле, начиная вот от веры в Бога, понятно, там, храм, какие-то праздники, значит. То есть, и в горе, и в радости, как бы мы вместе. Бывает и в горе, когда мы все вместе. Вот. Когда только начиналось возрождение этой деревни, проявление общинности было такое более яркое, потому что нужно было, все только строилось, как бы помощь была. Сегодня мы у тебя все помогаем, завтра ты там у нас и так далее. Вот. Потом все-таки люди немножко подразвились. Вот. Кто-то какую-то технику подкупил, понятно. И как бы возраст уже, время идет, вот подустали. Вот. Ну, и в данном случае сейчас это, может быть, не так ярко. Вот. И поэтому в полной мере вот то, что я информацию узнал здесь, теперь, если говорить по-честному, то как бы слово община, ну, может быть, уже не совсем будет корректно. Просто люди, объединенные, там, какими-то целями, там, помогающие друг другу, вот. А считаешь ли ты, что вот ввиду того, что ты сейчас описал, вы что-то потеряли? Вы уже не те. Потеряли, ну, может быть, и потеряли, но я думаю, что это не то, чтобы потеряли раз и навсегда. То есть, это возобновляемое? Это возобновляемое, да. Это надо закладывать, программировать. То есть, над этим надо работать. Вот про что, что кто-то там человек какой-то. Это надо заново этому учить. Вот. И тогда можно это там в следующих поколениях это воспитать, это восполнить. То, что ты увидел здесь, то, что есть у вас, где проживаете вы. Что бы ты перенял отсюда туда или от вас к нам посоветовал бы вот ваш опыт принять? Ну, давайте, может быть, мне так легче будет от нас к вам. Как угодно. Я бы, конечно, тоже бы сделал устав. Вот. Обязательно, значит, приняв его на общем собрании. Ну, не я бы, в смысле, сделал, а это бы все бы вот так вот раздать всем предложение, то есть задание. Помогите сделать устав. Но, например, когда есть уже образец где-то, то это уже проще. Попроще. Это проще. Вот. И поэтому образцы есть. Значит, создать, принять его всем. И, ну, понятно, требует там выполнения. Ну, пожалуй, наверное, это все. Вот. Что можно принять от нас к вам. Наоборот, есть что? Наоборот, да. Наоборот, да. Значит, управление должно быть не тоталитарным. Вот. Вот. Именно то, что я увидел здесь, я считаю, именно это правильно. Есть ли какие-то отрицательные стороны, которые ты вот увидел здесь? И тоже, опять же, по-братски. Вот мы до интервью с тобой обсуждали, когда общество само в себе живет очень долго, оно бывает, начинает совершать ошибки, которых само уже не видит. И здесь очень важен именно братский взгляд со стороны. Друзья мои, я вижу вот здесь у вас ошибку. Давайте подумаем. Что-то такое ты можешь сказать о том, что происходит здесь? Можно, да, сделать оценку пятилетнюю, то есть, ну, как бы щадящую. Вот то, что как бы за пять лет, поэтому как-то куда-то там сильно залазить. То есть у вас как бы все это в процессе работы. Но есть все равно какой-то результат должен быть, что бы я сделал, добавил бы. Опять же, может быть, это уже есть, да, если это есть, но это хорошо. Я бы все это связывал с выступлениями. У нас было три выступления. И как мне потом один сказал из спикеров, говорит, мы друг друга дополнили. Я считаю, да. Значит, я бы добавил бы занятие словом Божиим. Почему? Потому что все-таки мы православные. Я потом, когда я выступил, все это в мозгу как бы обыгрывал. Вот что бы я сказал. То есть там выступал человек Максим Степаненко. И многие там, понятно, возмутились. Он это умеет. Да, яркое выступление. То есть обижаться-то не надо на него. Вот каждый это должен был принять себе. Представьте такую ситуацию. Мы здесь все сидим, мы сыты, только что шашлыков наелись. Все радостные, все. Вот нас захватывают. Отрекаешься от Христа, и мы тебя отпускаем. Вот о каждом задать вопрос. Ты готов за Христа умереть сейчас прям? Вот не знаю, что бы ответили каждому. Понимаешь? И поэтому, если тебя это страшит, пристать перед Господом, то тогда ты задумаешься, да, что мы не просто православные. Мы христиане. Христос оставил нам свое слово. Мы должны исполнять его волю. А как ты будешь исполнять его волю, если ты не знаешь его волю? Логично. Вера, отслышание, Слово Божие. Вот, соответственно, заниматься Словом Божиим обязательно. И потихонечку, еще раз вот насчет порядка. Вот эта сибирская суровость. Да, они там суровые. Ну, это были такие люди, выживаемые. Вот. Мир не любит жижу. Мир не любит расхлябанность какую-то. Пока мы все живем хорошо, но чуть-чуть условия поменялись, и те, кто абсолютно не готов к этому, они просто не выживут. Вот, поэтому должен быть какой-то порядок, какая-то строгость. И тем самым мы, как православные, будем являться еще примером для внешних. А это уже проповедь. Вот, к чему и призывал Христос. То есть, свидетельство. Я вот считаю, что в первую очередь мы должны свидетелями быть. Свидетельство может быть молчаливое. Да, свидетельство образом жизни. Конечно. И это будет намного эффективнее, чем ты оденешь сандалии, возьмешь посох и пойдешь там куда-то в Иерусалим проповедовать. Вот, например. Но по факту ты не устроил порядок у себя. Вот. Что ты можешь проповедовать там? Ну, да. Ну, а как бы человек, во-первых, по делам его смотрят. Так же, как воспитание. Дети смотрят на отца, он может говорить что-то, а его поведение будет не таким. Естественно, ребенок будет ровно таким, как делал отец. Тоже логично, на самом деле. Вот ты сам, брат, заговорил о детях. Хотелось бы и этой теме коснуться все-таки. Мы люди все семейные, все, слава богу, многодетные. И вопрос и воспитания детей, и научения детей, он, конечно же, актуален. А как у вас это происходит? У вас в семье или... Сначала начнем с семьи, конечно же. Вот как в вашей семье воспитывать детей? Строго. Прям вот люто. Нет, не люто. Когда вопрос, например, говорят наказание, люди путают, там, бить. Нет. А наказание это можно, это лишение удовольствия. Это наказание. Не надо бить, например. Вот. Но где-то в Библии написано, значит, не жалей розги для сына, чтобы утешаться в старости. В Библии написано. Могу ли я противоречить этому? Это воспитание, которое всю жизнь было до вот этого времени. Потом все это специально замыли, потеряли, там, как-то изменили для того, чтобы полностью... Ведь семья это, ну, малое государство, единица такая. То есть семью надо полностью развалить. Вот что мы сегодня и видим. Если нету никакого воспитания в семье, то, как бы, у нас всегда было такое вот, ну, строгое воспитание. Соблюдение постов, молитва утром-вечером, посещение храма, ну, и все остальное. Уважение к старшим, уважение к родителям, ну, и так далее. А тем более, значит, мы живем на земле. Столыпин сказал, хороший был дядька, весьма хороший, что земля несет нравственное начало. А сколько у вас детей? Есть не секрет, конечно. Не секрет, четверо. Самому младшему? Полтора года. А самому старшему? Девять. Мальчики, девочки? Бог дал нам мальчиков. Все? Всех. Это вот столпы сыны. Я просто к чему спросил. Мне вот Господь дал и мальчиков, и девочек. И занимаясь, стараясь воспитывать их, а первая у нас девочка, я для себя определяю, что для них не одинаковые способы воспитания. Они не могут быть одинаковыми. Женщина она женщина. Но так, слушая тебя, брат, когда ты безапелляционно говоришь о строгости, я себе в голове подумал, скорее всего, он выращивает мужчин. Тут все понятно. Тут уже вопросов нет. Тем более, настоящие сибирские мужики, они выкованные из чугуна и таких твердых материалов. Как ваш день тогда строится? Вот можно один день из семьи Устиновых? Один день из жизни праведника. Да, из жизни святых. В кавычках. Значит, подъем. Это какое время? Четыре утра, два часа ночи? Да. Оно не всегда одинаковое. Ну, например, там пол седьмого, в семь. Подъем. Значит, утренние процедуры, все понятно. Совместная молитва. Помолились, завтрак. И дальше, ну, например, в летнее время, там, если в другое время ученики в школу, в летнее время, значит, управление хозяйством. Вот. Либо в другом варианте бывает, в нескольких вариантах. То есть, если я, например, рано стою, я там частично управляюсь, прихожу. Ну, совсем рано там что-нибудь надо. Значит, и потом все так же. То есть, молитва, завтрак общий, ну, и дальше день по распорядку. Получается, ты своим сыновьям уже делегируешь заботу о части хозяйства. Обязательно. И через это их и научаешь, и воспитываешь. Да-да-да, обязательно, чтобы... Я приучаю к ответственности, вот, в первую очередь. Общение с животными формирует у ребенка, ну, во-первых, проявление милосердия, вот, с чего нам не хватает, с заботу, потому что и ответственность вырабатывается у него. То есть, он думает, ага, я должен покормить кого-то. Где-то есть животное, которое там хочет кушать. Вот, это очень обязательно. Ответственность жизни и качество, которого сегодня, его просто не хватает. Потому что, ну, все безответственны, никто не хочет себе брать ответственность. Соответственно, наверное, и смелость уже через это вырабатывать. Конечно, конечно, формируется стержень. Когда не хочу, но очень надо, поэтому я делаю. Да, и ему, я думаю, такому ребенку будет жизни проще. Да, выжить, даже выжить. Да, здесь самое главное только не нагружать больше. То есть, ребеночек, ну, там, какого-то возраста, соответственно, давать ему какую-то работу, вот, согласно его возрасту. По силам. Есть ли какая-то мечта у вашей семьи? Ну, помимо, естественно, спасения и Царствия Божьего, опять же говорю, некоторые вещи для православного, они по умолчанию. А вот в плане, наверное, реализации в земной жизни и потом, вы в большом деле, православная община. Наверное, это больше связано с будущим, именно в плане экономического развития, потому что я вижу эту деревню, значит, там не 10 дворов и 22 человека, вот. А я вижу это там больше дворов, больше людей, где это прям, ну, такая серьезная община, где у нас есть, значит, общие какие-то предприятия, переработки там и так далее, общие какие-то дела, вот. Вот ты сейчас сказал, брат, ты видишь ее в виде, ну, она укропняется, а если границы этого укропнения, то есть, когда община, деревня, поселение вырастает, я сейчас говорю, утрен, там до двух с половиной тысяч дворов, наверное, сложно уже назвать это вот таким вот, что все две с половиной тысячи семей, это такое большое единство и все дружны. Есть границы вот этого разрастания, как считаешь? Я думаю, несложно, если, знаете, как это существует в фирмах, корпоративный дух, вот, говоря там, ну, например, в магазинах, да, там, и ты видишь, что в одном магазине так, в другом так, то есть, у всех это есть, как это, культура, если ты ее вот воспитываешь, ну, в смысле, как лидер, да, вот, то и две тысячи народу будет абсолютно несложно, как бы, ну, это они, они будут абсолютно так же общаться, они будут идентичны, другого не будет в головах, то есть, люди будут поступать так же. Но, я еще раз говорю, слава богу, что я сюда приехал, после общения с некоторыми людьми здесь, я понял, что община, это не община, которая именно замыкается вот на вот таких территориях, это не община, то есть, она рано или поздно, она вымрет. Община – это что-то большее, которое уходит за границу территории, даже твоего, например, края. А есть ли какие-то пожелания? Пожелания добрые, пожелания братские, вот, всем нашим зрителям? Значит, всегда привожу пример, когда, пример из Ветхого Завета, когда Иисус Новин, это, ну, такой мой герой, перенял власть у Моисея, ну, по Божьему изволению, все. Один из двух человек, взвошедший в землю обетованную? Ему Бог сказал, значит, будь тверд и мужествен, вот, ему первое раз это Бог сказал, потом, когда он вышел к народу, народ сказал тоже, говорит, будь тверд и мужествен, и мы за тобой пойдем, вот. Сегодня я желаю, в первую очередь, всем главам семей, мужчинам, которые являются лидеры, вот, это Бог так создал, вот, будьте тверд и мужественны, я также это желаю женской половине, вот. Проявлять тоже какую-то твердость и мужественность, вспоминая всегда жен декабристов, представляете, это благородные такие дамочки, там, все, да, там, ну, как бы, по нашим представлениям, изнеженные, и они поехали в какую-то грязную, суровую Сибирь за своими мужьями. Если есть благие намерения, значит, жить в общине или, там, переехать на землю, жена должна, естественно, поддерживать мужа, вот, муж должен быть твердым и мужественным, храбрым, и самое главное, должно быть желание, вот, во всем, ну, и крепости в вере, чтобы Господь все благословил и устроил, искать волю Божию в первую очередь, и Господь направит. Есть ли какие-то впечатления, эмоции, вот, третий день ты находишься здесь, брат, с чем ты хотел бы поделиться? Ну, конечно, мы впервые здесь, вчера даже в Волге купались. Даже? Даже, да, как в песне, там, говорит, будешь, эти ладони отпусти, вот, мы вчера покупались. То есть, конечно, я рад, что Господь устроил, а Господь устроил весьма таким чудным образом даже наш приезд. Были такие моменты, ну, все так сложилось, слава Богу. И нам очень хотелось увидеть людей. Во-первых, это новая информация, чтобы для себя какую-то, как бы, объективно вообще относиться к вещам. То есть, нужно больше узнавать, вот. И это не просто книжки, а это вот живые люди. Это очень интересно. Я просто благодарю, что нас пригласили. Увидел новых людей, пообщались, увидел другой склад жизни, что-то заметил, что-то, ну, естественно, да, мы же люди, что-то там, ух, не по-нашему, там, не понравилось. Ух, нравилось. Да, ух, там, здесь не так, так, не так. Но, на самом деле, я уже давно себя начал, как бы, ловить на мысли осуждение великий грех. О, да. Это великий грех, и как плохо, когда, в общем, это в тебе живет, или в тебе это насаждают под благовидными, значит, предлогами. Вот, и вот уже придя там в какой-то возраст определенный, то есть, как бы, я начал уже от этого, ну, я понял, что это плохо. Вот, и просто, просто надо от этого уходить вообще. Да, там, что-то не так, например, делается, естественно. Вот, ну, как бы, видно общая цель, и надеюсь, там, например, что какие-то моменты, естественно, там, потом как-то подправить, сделать лучше, например. Там, не обязательно так, как это у нас делается, или так, там, как я думаю, может быть, еще лучше в каком-то другом виде. Вот, но мы очень довольны, очень довольны, я говорю, с отцом Владимиром, то, что лично увиделись, пообщались тут, увидели вот этот общий дух людей. Прям, ну, как бы, не знаю, я просто столько эмоций. И с самого начала, первый день у нас была экскурсия. По окрестностям и по местам. По окрестностям, которые проводил тез Владимир, он, ну, то ли историк, то ли он просто изучал. Я для себя открыл много нового, то, что я не знал, и, наверное, никогда бы не узнал. Вообще, у нас великая, огромная страна, которой, говорю, даже не надо никуда ехать. Вот, я никогда здесь ни разу не был. Ребенку полтора года, он уже приехал. Мне 38, я первый раз здесь. Последний вопрос, пожалуй, спасибо, во-первых, за отзыв, за живые эмоции, за живое. И еще я узнал новых святых здесь, это вот Авраамий Болгарский, Федор, были на Святом Источнике. И мне, как бы, у нас утренняя молитва, она заканчивается там, значит, святым. Мы молимся, вот, и это мне приятно, что у нас еще появится два святых. Теперь добавится. Благодарим. Это, кстати, одно из основных дел православного Болгара, это, конечно же, прославление святых нашей земли, наших святых покровителей. Вопрос последний, пожалуй, он скорее гипотетический, но я думаю, что его стоит задать именно сегодня и именно тебе, брат. Предположим, ты не живешь в Потеряевке и стоишь перед выбором, хочу приехать на землю. Ты выбрал бы эту общину для жизни? А я думал, кто мне задаст этот вопрос? Его задам тебе я. Если, например, у меня там нету корней, ну или как-то, я не знаю, где-то они эти корни, например, в городе, что меня это не устраивает. Меня город не устраивал, и вот у меня там не было корней, понятно, и выбор не стоял, куда ехать, потому что я четко знал, вот я пойду сюда. Это та деревня, которую я восстанавливал, будучи ребенком. Это понятно. Вот это понятно. Я говорю, мы убираем эти условия. А вот если убираем эти условия, и если, вот я верующий, я не согласен жить в городе, видя вот это все, что там творится, и узнав об общине, что есть православная община, вот. И, наверное, бы не один раз бы я бы здесь побывал, в любом случае. То есть, точно после одного раза я бы точно, ну, как бы уж информации мало, я бы приехал сюда, и я думаю, что, да, наверное, выборы я бы сделал бы в эту сторону. Спасибо большое. Ну, я посмотрел место, как бы место, ну, очень понравилось. У нас, ну, понятно, Алтай, то есть своеобразно. Вот, ну, а тут, как бы, не знаю, река, как-то. Люди понравились? Люди, да. Да, ну, что-то я плохих людей не заметил. Да? Да. Меня больше не это поразило. Вот, меня больше поразила вот эта общественная молитва, когда я увидел людей. Знаете, я такое видел обычно, ну, как-то вот таких заряженных, в том плане, что вот обычно где-то там по телевизору показывают, или где-то там, может быть, даже лично, вот у сектантов. Спасибо. Да, 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 да. А тут православные, вдруг так сумели? Православные, и как бы, понимаете, вот. Ну, то есть, именно молитва, там, по православным, там, Акафист. Подготовка к причастию, вечером совместная была молитва, вот день тоже, например. Да, да, да. Говорили. Потом был, когда вчерашний день, да, был, то есть в конце благодарственный Акафист помолились. То есть, это так, это ни на что не похоже. Вот этот опыт, кстати говоря, среди православных на вашей земле, может быть, вы как-то попробуете осуществить тоже? У нас вообще не там, в зимнее время, каждую среду молится Акафист. Ну, тем более, то есть у вас уже это так же есть. Нет, как бы, все есть в моей личной семье, мы там тоже молимся. Слава Богу. Это, как бы, говорится, но... Это был наш брат Алексей из стольного алтайского края, из кусочка, я не знаю, пожалуй, одного из самых красивых кусочков земли нашей русской. Алтай, действительно, это прекрасно. Вообще, приезжайте на Алтай, братья и сестры, хотя бы один раз в жизни, посмотрите на этот прекрасный, просто невероятный край. И познакомитесь вот с Алексеем поближе. Большая благодарность тебе, брат. Всего благодарю вас. Дай Бог, не последний раз, дай Бог, как-нибудь и мы к вам все-таки заявимся и расскажем уже о общине на Алтайской спасаемой земле. Только предварительно. Да, вы нам подробнейшие инструкции, вы обязательно посмотрите, когда будет с дня друзей общины выступление Алексея. Он отдельным блоком потратил время, предостерегая от внезапных приездов. Родные наши, продолжайте просвещаться, продолжайте напитываться духом соборности, общинности и церковности. С Богом и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok